Дома офицеров Роман Николаевич Филиппов В 2001 году окончил среднюю общеобразовательную школу номер 85 города Воронежа. Хорошо учился, увлекался спортом, мечтал стать летчиком. Проходил обучение в Ромавирском центре Краснодарского высшего военного авиационного училища. Летчиков имени Серова. На четвертом курсе перевелся в филиал Борисоглебский и продолжил учебу в Борисоглебском учебном авиационном центре подготовки летного состава имени Чкалова. Служил в 187-м гвардейском штурмовом авиационном полку в поселке Черниговка Приморского края. Прошел все должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа, откуда и был откомандирован в расположении авиационной группы ВКС России в Сирии, где принимал участие в военных операциях в качестве командира звена штурмовиков Су-25СМ. Филиппо был летчиком-асом штурмовой авиации. Неоднократно принимал участие во всероссийских военных маневрах, где в 2013 году занял второе место среди штурмовиков. Являлся военным летчиком первого класса. В общей сложности налетал 1300 часов и совершил около 80 боевых вылетов. 3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации ИДЛИП для контроля режима прекращения огня, ведущий в паре в российский штурмовик Су-25СМ под управлением майора Филиппова вблизи города Сиракип, был сбит выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик попытался удержать самолет в воздухе и доложил, что атакован ракетой, после чего катапультировался. На земле пилот попал в окружение боевиков и погиб в последовавшем за этим бою. Отстреливаясь от нападавших из пистолета, был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов». Ведомый командир из звена штурмовиков поддерживал командира огнем с воздуха. Выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к Алипковой роще, где был Роман, уничтожив два автомобиля и покинул зону, только когда осталось аварийное количество топлива. Взбитый самолет Су-25СМ до этого был приписан к авиаполку на Кубани, а затем в 2014 году передислоцирован в Крым, где числился в составе 37-го смешанного авиационного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного на авиабазе «Двардейская». Ответственность за поражение из ПЗРК взяли на себя боевики террористической организации «Джабхат» Фад Аш-Шам. Ответным высокоточным ударом российских военных в данном квадрате было уничтожено три десятка боевиков с последующим проведением зачистки территории подразделениями специального назначения сухопутных войск Сирии при поддержке ВКС России с целью эвакуации тела летчика и деталь самолета для установления типа ПЗРК. С этой же целью были проведены и спецоперации российскими и турецкими спецслужбами. Болею тронул поступок моего земляка. Из души полилась за строкою строка, посвятил ему песню, в ней он вечно живой. Высоту набирает снова сверхзвуковой. А в тридцать три не думал он, что жизнь вся впереди и отомстил за пацанов, которых хоронил. Всему он миру доказал, что русских не сломать. И без сомнений жизнь отдал он за Россию, мать. За Россию, мать. Задрогнулась земля, поднялись в облака офицеры страны, гордость нашей России. Улетают они, может быть, навсегда. И за мир на земле Отдают свои жизни Улетают они, может быть, навсегда. И за мир на земле Отдают свои жизни Не найти нужных слов. Чтобы близким сказать Про таких пацанов Надо фильмы снимать И печально, что жизнь Тех ребят коротка Их запомнят в разы На года и века А в тридцать три Не думал он, что жизнь вся впереди И отомстил за пацанов, которых хоронил Всему он миру доказал Что русских не сломать И без сомнений жизнь отдал Он за Россию мать За Россию мать Мистер обороны Сергей Шайку Представил летчика Романа Филиппова Погибшего третьего края В России посмертно Погибшего героя С криком Это вам за пацанов Подавал себя Но крикант не сдался Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова